Можно сделать пару выстрелов. Винт это для разборки. Пистолет-пулемет разбирается на две части. Здесь вот кнопка раскладывания приклада. Оружие разбирается. И здесь можно выкрутить этот винт, если его раскрутить. Ну, мы не будем сейчас это делать. Он выскочит, он фиксируется в бакелитовом корпусе. Низ не металлический, а сделан из бакелита, распространенного на момент войны пластика. И тогда можно будет слегка повернуть корпус и вытащить. Уникальная система немецкого пистолета-пулемета это полностью собранный в единый комплекс затвор с пружиной и направляющий для пружины. То есть, когда вы разберете, вы целиком, не теряя никаких мелких деталей, вытащите затвор с пружиной и направляющей. Все, оно у вас будет лежать отдельной кучкой. Довольно сложно разбираться. А он не обслуживается отдельный затвор? То есть, его не надо дальше разбирать? Он разбираемый, но там уже не так просто, как вот вытащить, выдернуть и смазать. Это уже чуть-чуть сложнее. Но зато он не загрязнится в каких-то там простых условиях. Пыль сверху ему не сильно грозит. Вот, машина популярная, как я уже говорил. Довольно-таки простая. Конечно, не проще ППШ, но гораздо проще того же Томпсона. А держали, когда стреляли, вот как вы сейчас держите, здесь не за цевьем выполнено. Вот одна из уникальных вещей пистолета-пулемета. Кстати, вот предохранитель выполнен не в виде кнопки или какого-то отдельного механизма, как на ППШ вдавливанием рукоятки взведения, а на предохранительный выступ. Держать пистолет-пулемет можно было несколькими методами. Можно было держаться, крепко обхватив за горловину. А здесь палец не защитит? Нет, по большому счету рука ложилась сверху. Но спустя магазин-полтора держать здесь будет уже не очень комфортно. Довольно распространенный хват это... Вот. Вы хватаете пистолет-пулемет и держите здесь. Не очень удобно, не очень комфортно, но работает. Хват за магазин наименее... Это киношная версия хвата, да. Это когда вот от бедра стреляют, держа за магазин. Потому что даже вот так видно, что он ходит. Он имеет определенный ход. И если вы его подергаете так немножечко, то в какой-то прекрасный момент патрон перекосит. И стрелять вы прекратите. Что уже грозит вам либо смертью, либо пленением. Оружие удобное. Приятно тем, что раскладываешься приклад. Но со временем приклад разбалтывался. Получалось не очень приятно стрелять, когда оружие прыгает в твоей руке. А ты вроде бы его упираешь в приклад, чтобы создать удобство для стрельбы. Стрелять с разложенным прикладом можно. Можно и сложить. Вот. Вполне удобно. Вот тогда можно стрелять. Комфортно из-за того, что очень короткий получается пистолет-пулемет. Это не ППШ. ППС ближе всего. Или ГРСГАН американский. В плане вот таких возможностей. Можно сделать пару выстрелов. Давай. Буквально пара выстрелов. А все? Все. Класс.